4 декабря выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации. В преддверии важного события уже работает телефон горячей линии. Он предназначен для информирования, контроля над правопорядком и получения от граждан сведений о допущении нарушений в предвыборный период, рассказывает Мария Алексеева. Ноябрь обещает быть жарким и дело не в температурных показателях. Впереди выборы депутатов в Госдуму Российской Федерации. Для того, чтобы 4 декабря все состоялось как положено, сообща работают Общественная палата, Избирательная комиссия Оренбургской области, Российский фонд свободных выборов общественной организации. Разъяснять азы избирательного законодательства, помогать гражданам разобраться, ответить на вопросы и, что самое главное, отреагировать на жалобы, на нарушения, которые звучат в вопросах граждан. Это вот как раз и есть тоже место представителей общественности в достойном проведении выборов депутатов Государственной Думы у нас в Оренбургской области. Пункт горячей линии связи с избирателями на базе Общественной палаты Оренбургской области в третий раз начал полномасштабную работу по выявлению и ликвидации фактов, порочащих выборную систему. Помимо того, что мы взаимодействуем с органами власти в регионе, мы взаимодействуем вместе с Российским фондом свободных выборов в городе Москва и где регулярно, также мы буквально в режиме каждодневном отчетности, мы сообщаем информацию и в этот фонд свободных выборов о поступивших вопросах, о принятых решениях и вопросах о ситуациях проблемных, либо непроблемных в ходе выборов. Основной акцент в работе горячей линии будет сделан на реализацию прав избирателей, которые до недавнего времени испытывали недостаток внимания к беспокоящим их проблемам, а подчас и безразличия к их мнениям и предложениям. На открытии горячей линии были высказаны актуальные пожелания, пожалуй, большинства избирателей, с которыми приходится сталкиваться и до выборов, и во время, но уже, к сожалению, в виде последствий. У нас не устраивает это то, что убрали графу против всех, потому что все-таки человек должен, вернее не должен, а может проявить свою позицию и проголосовать, должна быть такая возможность проголосовать против всех. Также порог яркий тоже мне совсем нам нравится, потому что на сегодняшний момент мы знаем такие случаи, когда в некоторых субъектах, в муниципальных образованиях, поселковых советах, сельских советах, чтобы избрать главу поселкового поселкового совета, достаточно, чтобы пришло там 5-6 человек. В свою очередь, председатель избирательной комиссии Оренбургской области Дмитрий Кулагин выступил с ответным мнением, еще раз подчеркнув при этом, что грамотная работа горячей линии позволит серьезно повлиять на качество избирательного процесса. Я против всех. Ненормальная эта позиция. У нас 7 политических партий вышли на старт. Есть левые, есть правые, есть центристы, есть молодые кандидаты, есть пожилые кандидаты, масса программ. Но оставить страну без власти, это значит выступать против собственной российской государственности. Больше всего собравшиеся говорили о тревожном симптоме неактивного участия граждан России, как в контроле за выборами, так и в самих выборах. В этом и других вопросах у общественности Оренбургской области большое поле деятельности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова